Всем привет! Вот мы идем по Корнишу и сейчас где-то примерно 25-30 градусов тепла. Классно, мы в футболочках. А вот теперь как это выглядит вечером. Да, если днем тепло и можно находиться на пляже в купальнике, то вот мы вышли прогуляться, смотрим, как мы одеты в курточках. В курточках и весь народ в курточках, потому что уже прохладно. Вот такая зима в Арабских Эмиратах, ребята. Народ, всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сейчас мы в Абу-Даби. Мы пройдемся с вами по дневному Корнишу. Кто не видел мое первое видео, точнее целых два, когда мы гуляли по чудесной набережной Корниш в Абу-Даби, смотрим по ссылочке вверху первое и еще раз по ссылочке вверху второе видео. Но это был октябрь и жара была просто дикая. Мы гуляли, мы гуляли только вечером. А сейчас зима, сейчас конец декабря. Ай, тоже тепло, 25-30 градусов. А вот вечером мы одеваем курточки. В любом случае, сейчас покажу вам прекрасную набережную, зеленую, столицу Арабских Эмиратов Абу-Даби. Полностью, днем, в свете. Надеюсь, даже увидим море в прошлый раз. Из-за темноты мы его не засняли. Итак, прошу вас подписаться, чтобы не пропускать мои видео, поставить лайки, прокомментировать. Начинаем! Снова начинаем нашу прогулку возле отеля Сент-Реджес. Красивое зеленое место и на Корнише в этот раз никого. Действительно, очень мало людей. Небоскребы, дорожки для скутеров, для велосипедов. Все удобно, все сделано для людей. Напротив, самый хреновый мол. Можете посмотреть мое видео по ссылочке вверху. Самый хреновый мол в Абу-Даби. И прогуливаемся дальше по Корнишу. Посмотрим, наблюдаем, как все красиво, как все сделано и как все светло в сегодняшнем видео. В принципе, пока все то же самое. Плитка, скутеры. Единственное, что людей намного меньше. Идем вперед. Пришли мы оттуда. Там наш отель. И снова великолепные скутера. Можно арендовать скутера, велосипеды. Кстати, вот такое чудесно пахнущее дерево. Но я не знаю, как оно называется. Если вдруг вы знаете, прокомментируете. Это не магнолия, не франжипани. Непонятно, как называется, но пахнет очень вкусно. Просто вот такой свежестью. Такая зеленая здесь аллейка с деревьями. И очень бы хотелось узнать название. Красиво, зелено и жарко уже. Вон дети катаются вдалеке. Конечно, корниш-то раздолье. Многие здесь на велосипедах, на скутерах, на роликах, на скейтах. И, конечно же, есть люди, которые бегают и просто ходят. Занимаются здоровым образом жизни. Молодцы! Идем, гуляем, подходим уже к таким киоскам, где продается такой фастфудик. Монакиши, маленькие пиццы, кофе. Мы даже цены озвучили в прошлый раз в нашем видео. И вот уже видно, видно, видно залив, море. В прошлый раз я показывала и говорила, показывая море, которого не видно. Сейчас показываю море, которое видно. Вот он, корниш, набережная настоящая с морем. Сейчас попробуем подойти как-то, но здесь везде веревочки. Узнаем, можно ли пройти туда. Если это стоит что-то, сколько это стоит. Кстати, вот снова показываю вам туалет. Находится в самом начале корниша, а также есть в центре и в конце. Здесь все бесплатно. Можете спокойно зайти и освежиться. Наверное, нас всех все еще удивляет, почему так сделано в пустыне. А вот как работают поливочные системы, которые подведены к каждой грядке растений, к каждому деревцу. Здесь просто вот мы нашли более открытые. Обычно они так притоптаны, прикопаны в траве, чтобы никто не споткнулся, чтобы было видно. А вот на самом деле, как это все происходит. Никакого волшебства, вода и человеческий труд. Идем между киосками, попытаемся подойти ближе к воде, подснять хорошее видео. Повторюсь, людей мало. Сегодня рабочий день, среда. Вот видим апартменты Fairmont. Тоже в нашем видео про Marine Mall. В первом видео мы рассказывали, что человек любой национальности может приобрести апартменты там. Были бы денежки. Вот интересно, как можно подойти поближе. Но, как мы видим, огорожено стоп-знаками и ленточками. То есть, как бы подойти-то можно. А вот как подойти и попробовать водичку? Сейчас, наверное, видим охранника, подойдем к нему и спросим, чтобы дать вам достоверную информацию. Ну вот песочек и вон моречко. Идем узнаем у охранника. Кстати, пока мы идем к охраннику, вот увидела такие интересные-интересные скамеечки. Они как будто уже наклонены от ветра. Так удобно в них лежать. Главное соблюдать социальную дистанцию. Или, скорее всего, это просто, чтобы наблюдать звезды, когда уже будет темно. Ну, а целая аллея таких лавочек. Вот в прошлый раз было очень темно. И даже подснять их не удалось. Вот мы уж совсем близко у ресторана Патрон. Вечером мы не заметили таких интересных, ну, не памятников, а как инсталляция, что ли. Вот плавничок видно, а там голова видно. Будто дельфинчик или тюленчик ныряет, выныривает, играется. Ну, вообще, так прикольно сделано. Интересно. Ресторан Патрон, мясной дом на Корнише. Вот здесь указатель, вход на пляж. Бейщ-энтранс. Ну, окей. Окей, сейчас посмотрим, так ли это действительно. Ага, вот. Вон вторая стрелочка. Я уж хотела в ресторан идти. Вторая стрелочка. Идем по стрелочкам. Сейчас посмотрим. Сейчас мы все узнаем, это платно или нет. Вон сидит секьюриты. Наверное, ему не нравится, что мы снимаем. Сейчас мы все узнаем, вам все расскажем. Да, вот, милый охранник был недоволен, что я его снимаю. Что он нам рассказал? Значит, сюда вход бесплатный. Видим такие круги. Эти круги, как социальная дистанция. То есть, вы можете лежать на полотенечках бесплатно в этих кругах. Или купить за 25 дирхам такой вот сет. Столик, зонтик и бет. Ну, и лежак. Есть рядом пляж, он нам рассказал. Чуть-чуть пройти. Вход будет стоить 10 дирхам. Он называется семейный пляж. Пляж, фэмили бич. Но там уже будут входить за эти 10 дирхам зонтик и лежак. То есть, в принципе, наверное, выгоднее попасть на фэмили бич. В принципе, красивый сет. Красивый вид. Моречка есть. Моречка очень прозрачная. Видно и Фейермонт, и Марину Мол. И людей здесь мало. Но я их показывать не буду. Не каждому это может понравиться здесь. Так, спасибо, что сказали. Да, снимайте. Море очень-очень чистое, очень хорошее. Но оно прохладное. Увеличу вам сейчас. Так что будем теперь знать, что сюда вход бесплатный. А фэмили бич платный. Но там вам будет дешевле снять лежачок и зонтик, что, в принципе, необходимо. Потому что я вам, честно говорю, жарко. Все еще нахожусь на бесплатном пляже. Наташа обратила внимание, какие здесь потрясные черепахи. Это из камня, не из песка, но очень красиво. И виды тоже очень красивые. Кстати, от меня лайфхак. Видно, что есть от пальм тень. То есть можно, конечно, прийти и бесплатно лежать в тени. Но все-таки вот 10 дирхам на семейном пляже – это 2,7 доллара. И вы получите все-таки лежак и зонтик. Это будет лучше, чем лежать на земле. Кстати, здесь есть детские площадки. Качельки, тарзаночки. Но все еще все закрыто, потому что ковид. Все еще ковид. Ой, тут же есть потрясная маленькая черепашка. Ой, здорово. Пойдем постараемся издалека вам показать семейный пляж. Ну вот вход. Вход в Фэмили Бич. Что мы узнали у охранника? Взрослый платит 10,5. Ну, 50 филсов – это, скажем так, таксы. Ребенок 5 дирхам – это от 6 до 12. И до 5 бесплатный вход. Пляж там очень хороший, чистенький. И, конечно же, вы можете пользоваться бесплатно лежаками и зонтиками. Вышли мы из семейного пляжа. Вот немножко кусочек виден из-за заборчика. Чудесные франжипани. Всегда думала, что это магнолии. Кстати, вот эта вот висячая штучка, напоминающая колокольчик. Это для птичек водичку здесь специально вешают. А вот видим систему полива прекрасных, красивых цветов. Знаете, куда мы сейчас направляемся? Впереди меня находится освежающая аллея. Помним, когда мы проходили, прям вода такая парная, прохладная. Прямо сочилась оттуда с 7 до 9 где-то примерно вечером. И было очень хорошо гулять. И было дико-дико жарко. Повторюсь, сейчас зима и вечером уже дико-дико холодно. Вот она, эта самая освежающая аллея. Зеленая. Птички поют. Хорошо, тепло. И никого нету. Снова смотрим. Те шлангочки. Система полива здесь, там. В общем, конечно, здесь хорошо следят за. И фауной, и за флорой. В общем, думаю, здесь довольны все. Ну и помним, что это аллея. Тут можно идти минут 40 по ней. И вода все текла, все освежало. Но телефон, слава богу, тогда я не заляпала. Человек бежит отлично, занимается спортом. Но я вам скажу так, мне идти жарковато. А вот чтобы бежать еще, ну это нужно иметь хорошее здоровье и тренированное сердце. Ну что, мои хорошие, вот мы сегодня и побывали на дневном корнише. Рассказали вам про два вида пляжей. Показали поливочную систему. В общем, прогулка была классная. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропускать мои новые видосики. Комментируйте. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok